Всем привет! С вами BusinessProf TechReview. И сегодня я вам расскажу вкратце о программе iMovie для iPad. В данном случае моя программа iMovie установлена на iPad 4, версия программы 1.4. Что ж, приступим. Очень красивая заставка, графически все прорисовано просто безупречно. В этой программе вы можете создавать трейлеры к своим фильмам или роликам, а также видеофайлы. То есть для того, чтобы создать трейлер, мы просто жмем плюсик и нажимаем кнопку «Новый трейлер». После этого программа предложит вам несколько вариантов заставок для вашего трейлера. То есть они будут автоматизироваться. Давайте я вам покажу, как это будет происходить. Допустим, выбираем «Романтика». В данном случае ваш трейлер будет выглядеть именно так. Короткое видео, продолжительностью минута-полторы. Допустим, вам понравилась эта обложка, нажимаем «Создать», для того, чтобы создать собственное видео. Программа перебрасывает нас в такую функцию. То есть здесь мы можем прописать название фильма, роли, то есть кто снимается. «Киностудия», вы можете вписать свою, что-то выдумать своего. И титры, то есть режиссер, режиссер монтажа и так далее. Далее нажимаем «Раскадровка». И в «Раскадровке» у нас показывает в этом окошечке видео, которые у нас уже загружены на iPad. То есть наше видео или снятые на наш iPad. И тут предложены окошечки для того, чтобы перемещать видео. То есть в данном случае тут небольшие отрезки, двух-трехсекундные. И мы выбираем кусочки из нашего видео. То есть, допустим, это будет так. И нажимаем стрелочку синенькую. И он перемещает наше видео. То есть вот уже кусочек заставки будет такого рода. Заставка. Далее какое-то уточнение. И наше видео. И пошло-поехало. Хорошо. Теперь давайте перейдем далее. Нажимаем плюсик. И нажимаем «Новый проект». В новом проекте мы уже можем создавать полные фильмы. Полнометражные. То есть для этого мы будем компоновать. Мы можем переносить свои видео одновременно. Снимать новые сразу же, переводя их в программу iMovie. И так далее. Можете их заимствовать там с медиатеки, откуда угодно. И так же поставлять можете любые песни из вашей медиатеки. А так же программа предоставляет нам некоторые аудиоэффекты. Допустим, такие как автотормоза. Аплодисменты. И так далее. Бульковые велосипеды. Горочный автомобиль. Гром. Гул неодобрения. И так далее. То есть много различных функций. Так же вы можете параллельно, после того, как вы перенесли какое-либо видео из этого окошечка сюда на монтажку, вы можете параллельно нажимать микрофон и будете его озвучивать. Можно его комментировать и так далее. Ну что ж, давайте перейдем к главное меню. Ну, в общем, выглядеть будет примерно так. Готовый видеоролик. После того, как видеоролик готов, мы можем его экспортировать в медиатеку. Ну, в данном случае мое видео уже экспортировано. И просмотреть, после чего решить, насколько оно качественно получилось. А так же можем загрузить видео на YouTube и так далее. То есть, куда вам только будет угодно. Спасибо за внимание. С вами был Бизнес-Проф. До встречи.